Морозным воскресным утром 3 февраля на стадионе «Красная звезда» конькобежцы выясняли, кто быстрее в области. Финальные соревнования в зачет спортивно-культурного праздника «Севера» собрали 15 команд от районов. Несмотря на холод, участники не испугались, вышли, стартуют, пока накрываются, а потом уже бегут. Очень упорная борьба идет. Особенно между районами будет Тара, Большеречи, Саргатка, Горьковский район. Примерно вот эти кто-то будет победителем в командном зачете, а личники – лед покажет. Из-за сильных морозов на соревнованиях были представлены только два вида программы – забег на 500 метров и смешанная эстафета. Первыми зеркало ледовой дорожки рассекали коньками девушки. Янин Уждиной и Стара – 14 лет. Молодая, амбициозная и быстрая спортсменка показала в этот день лучшее время на пятисотке. Каждому по-разному дается спорт, но мне ледается он легче, чем кому другим. Наряду со всеми юными спортсменами на льду в этот день боролись за секунды и опытные скороходы. Так, в мужском забеге на 500 метров второй результат показал 45-летний Вадим Васильев из Большереченского района. Морозно, но бежит лед жестковатый. То есть себя маленько бережем, чтобы не упасть, ничего, и травмы не получить, и не приохладиться. А так все хорошо. Лидировал в одиночном забеге у мужчин представитель Тарского района Артем Иванов. Лед, конечно, похуже, чем мог бы быть. Погода сказала свое слово. Но, тем не менее, результат не хуже, чем в прошлые разы. Если касаться новичков, то да, несомненно, у ребят результаты гораздо выше. Причем с каждым годом. А что касаясь, так сказать, уже старичков, то все равно показывают класс, занимают призовые места. Это достойно уважения. В эстафете лучшее время показала команда Тарского района. Второй стала дружина Большереченского, а замкнула тройку призеров сборной Горьковского района. В такой же последовательности команды расположились на пьедестале общекомандного зачета. Мы стали третьими, улучшили свой результат по сравнению с прошлым годом. И также мы значительно улучшили свой результат в спартакиаде школьников, заняв второе общекомандное место в празднике Севера во взрослом. Все это плоды хорошего отношения руководства к нашей команде, финансирования. Большое спасибо им за то, что уделяют нам огромное внимание. Мы старались, показали отдачу. Напомним, что в рамках праздника Севера 2019 запланировано 12 видов спортивной программы. Лидеры по шести из них будут определены заранее. Остальные виды – хоккей, мини-футбол, лыжные гонки, зимний палеотлон, шашки и мотокросс – пройдут в рамках основного праздника – с 28 февраля по 3 марта в Кормиловке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова